Друзья, всем привет. Сегодня у нас на тесте новый Chevrolet Trailblazer. Да, вам не послышалось, это именно Trailblazer. Когда я получил приглашение на эту презентацию, еще не видел машины, я обрадовался. Chevrolet привезет в Россию еще один крутой олдскульный внедорожник, а по факту мы получили еще один компактный кроссовер. Я новая Creta. Ты можешь устанавливать температуру в салоне, регулировать подогрев кресел, лобового стекла, а также руля. И все это с помощью смартфона. Я новая умная Creta. Вообще название Trailblazer получается каким-то заколдованным, потому что каждый новый Trailblazer, он совершенно не похож на предыдущий. Помните первую машину? Это был такой слегка уменьшенный Tahoe. Второй Trailblazer, внедорожник, брутальный, на базе пикапа Isuzu D-Max и теперь вот компактный кроссовер. Почему нельзя было использовать какое-то другое, или был же тоже вот Chevrolet Trax, который был сделан на базе Opel Moco, для меня загадка. Но имеем, что имеем. Trailblazer, тык Trailblazer. Но если не заморачиваться с этим названием, надо сказать, что смотрится неплохо. Кстати, на заметку дизайнерам новой Hyundai Creta, вот как нужно делать переднюю оптику многоуровневую, чтобы это выглядело красиво. А вообще, надо сказать, что двухэтажная оптика в Chevrolet уже давно использует такой прием. Это для них не новость. А запотевание этой самой оптики — это не новость для корейских машин. А Trailblazer как раз собирается исключительно в Корее для абсолютно всех рынков. Для Chevrolet традиционно две верхние комплектации одинаковые по стоимости, но они отличаются немножко по сути. Есть версия RS. Ее отличает иной передний бампер, и мне он не очень понравился, потому что у него, во-первых, противотуманки расположены очень низко, плюс сам бампер целиком весь крашеный, юбка у нее такая не очень приятная. В общем, все это можно на бездорожье вне асфальта очень быстро садить. Вторая версия, как у нас — это Актив. И вот мне он как-то больше зашел, тем более для кроссовера. У него и противотуманки расположены выше, плюс вот этот весь сектор, он вообще из некрашенного пластика, то есть на бездорожье все-таки можно быть спокойным. Да и вообще, надо сказать, что с геометрической проходимостью у нового Trailblazer все неплохо. Под стальной защитой двигателя честный 20 сантиметров. Как быстро все-таки меняется автомобильный мир? Раньше у Chevrolet было много цилиндров в двигателях и мало ступеней в коробке передач. Теперь все с точностью наоборот. Вспомните первый Trailblazer, у него были четырех-пятилитровые моторы, шесть-восемь цилиндров, а теперь что? Теперь три цилиндра, 1300 объем и турбонаддув. Правда, с коробкой передач все ровно наоборот. С передним приводом есть вариатор, но у нас таких машин нет, у нас машина полноприводная, а в этом случае автоматическая коробка передач, у которой целых девять ступеней. Если коробка, в принципе, еще проверенный, это агрегат 9T45 Tote с мотором L3T. Этим пока вопрос открытый, сколько он будет ходить. И, к сожалению, сейчас мы на него ответить не можем. Единственное, что мы можем узнать, это насколько весело машина с ним едет и сколько он расходует топлива. Внутри Trailblazer не без интересности. Во-первых, мне очень понравилось, как они сделали переднюю панель. Часть передней панели обита тканью. Это уже не впервые Chevrolet такое делает. На крузовом нечто подобное видели. Интересно то, что если это испачкать или попортить, не придется ли однажды эту вставку тканевую менять. Ну, это покажется время. Вообще, много элементов тут интересных. Внизу такие сеточки забавные, есть решеточки в нижней части консоли. Еще что мне нравится, то что General Motors не отказывается от аналоговых приборов. Если большинство конкурентов уже в зависимости от комплектации переходят на полностью виртуальные приборы, то у Chevrolet Trailblazer от комплектации зависит только размер центрального дисплея борткомпьютера. Либо он маленький, либо он здоровый. Но в любом случае и шкалы, и стрелки останутся физическими. Это здорово. Здесь, в принципе, все у Trailblazer неплохо, и руль перемещается в очень хороших диапазонах. Плюс у сидений есть электрорегулировки. Единственное, что если к спинке мне, в принципе, вопросов нету, то подушку я бы все-таки, наверное, чуть-чуть бы по-другому сделал, либо добавил ей возможность регулировки. Потому что никак я не могу нормально усесться и чувствую, что в районе пятой точки все равно что-то упирается. В общем, по профилю сидений не идеально. Да, двухзонный климат-контроль есть. Это здорово. Обогревы сидений, вентиляции передних сидений. Медиа-система, в общем, стандартная для класса, с нормальной диагональю, с нормальным разрешением картинки. Горячие клавиши есть только для основного меню и для переключения треков и громкости. Все остальное только сенсорное управление. Само собой, есть возможность зеркалить смартфоны через протоколы Android Auto или Apple CarPlay. Собственно, этим уже никого не удивишь. Учитывая габариты Trailblazer, 4.4 он в длину. Я ожидал, что сзади будет как-то потеснее, но нет, честно, приятно удивлен. Сел сам за собой, рост 1,74 м. И, как видите, для ног полно места. Плюс еще очень классно, то, что сидения стоят высоко, и можно ноги просто вытянуть и нормально, комфортно их убрать под передние сидения. Не хватает только запаса по голове. Отчасти это может быть связано с наличием панорамной крыши, но даже если убрать, все равно я понимаю, что какого-то большого запаса там не будет. И действительно, рослым людям уже придется подпирать головой потолок. Но в остальном все очень неплохо. Есть всякие приятные мелочи вроде центрального подлокотника. К тому же, в отличие от VAGA, который во все последние модели пихает исключительно разъемы Type-C для зарядки смартфонов, у Chevrolet помимо Type-C есть и обычный разъем USB традиционный, поэтому не придется покупать какой-то дополнительный провод. Вроде мелочь, а приятно. Несмотря на то, что Chevrolet позиционирует Trailblazer как машину для активных людей, у которых пока нет детей, по факту получается, что всей семьей в нем тоже можно уехать. Ну, с одной оговоркой, багажа с собой много не берите, потому что, как и у любого компактного кроссовера, багажник не самый большой. Заявлен 385 литров объема, но все мы прекрасно понимаем, это визуально понятно, что по факту он меньше, и когда у нас будет большой сравнительный тест, мы это обязательно проверим. Чем мне всегда нравится трехцилиндровый мотор, это звуком. Из-за того, что двигатель получается немножко неуравновешенным, и это приходится компенсировать балансирными валами, у любого трехцилиндрового мотора характерный такой сочный рокот, можно даже сказать. Намного двигатель красивее звучит, чем любой аналогичный двигатель такой же мощности, но с четырьмя цилиндрами. Но это, пожалуй, единственный плюс от этого мотора L3T, потому что все-таки отдачи хотелось бы побольше. То есть, получается, мощность вроде та же, как у прямых аналогов, например, у двигателя 1.4 Turbo, у Skoda Carroco или Volkswagen Talos, или 1.3 Turbo у Renault, тоже мощностью 150 лошадиных сил. Но их четырехцилиндровые моторы выдают побольше момента, и вот как раз вот этого момента и не хватает Trailblazer. Это, конечно, сказывается на динамике. Первые 100 км в час Trailblazer набирает чуть меньше 11 секунд. Это, конечно, медленно, потому что все те же ребята, которых я перечислил, они уверенно выезжают из 10. То есть, понимаете, да, разница больше секунды, но она ощущается. И это при том, что машина у нас достаточно пустая сейчас, то есть нету там четырех человек и багажа, а если нагрузить, то все станет еще хуже. А вот коробка, в отличие от двигателя, мне очень нравится. Девятиступенчный автомат джемовский, очень плотно нарезанные передачи, и в итоге при каждом утапливании педали задержки минимальны. И как раз вся вот эта вот нерасторопность, она именно, к сожалению, связана с двигателем. Пристыковать бы к этой коробке какой-нибудь агрегат повеселее, и Trailblazer прям бы очень таким бы живчиком получился бы. Нынешний Trailblazer построен на платформе 9BXX. Это новая компактная платформа, на которой будут строиться все будущие компактные модели и под маркой Chevrolet, и под Buick. Очень интересная схема подвески у Trailblazer. Передняя традиционная, это стойки McPherson, а вот сзади полу-независимая с механизмом УАТТа. Достаточно непривычный для нас выбор, потому что, ну, обычно у компактных полноприводных кроссоверов все-таки стоит многорычажка. И, естественно, большой вопрос, как такая подвеска будет вести себя как на известных дорогах, так и на разбитых дорогах. Но вот не могу сказать, что выбор этот правильный, потому что все-таки чувствуется запаздывание, и как раз-таки вот эти вот ненужные, поразительные какие-то вещи, они возникают именно в задней оси. То есть я чувствую, как при каждом даже небольшом маневре задняя ось начинает немножко подыгрывать и гулять. В общем, хотелось бы больше собранности от автомобиля, тем более, когда он такой компактный, сбитый. И на извилистой дороге ждешь, что он будет представлять из себя цельный такой снаряд. Но, к сожалению, с Trailblazer это не происходит. Не самая драйверская машина на нашем рынке. На разбитом асфальте, на грейдере Trailblazer оказался неплох. Потому что обычно все-таки маленькие кроссоверы, они такие достаточно жесткие, но здесь какой-то такой вот дискомфорта я не ощущаю. Единственное, что неприятно, когда появляются постоянные поперечные неровности, бугры, то возникает такой легкий эффект козления. Причем он возникает именно в задней оси. И мы снова вспоминаем эту самую подвеску с механизмом Уатта. Наверное, все-таки, чтобы это устранить, стоило сделать многорычажку. Но это, пожалуй, единственная придирка. Система полного привода у Trailblazer довольно интересная. Есть стандартная межосевая муфта, которая ведает подключением задней оси. Но также есть еще дополнительное сцепление в угловой передаче. Это сделано для того, чтобы, когда мы едем по обычному асфальту, и, естественно, используется только передний привод, чтобы не вращалось дополнительных элементов. Чтобы кардан, задний мост, все это было отключено. И, соответственно, это снижает расход топлива. И это, в принципе, актуально, потому что в той же динамике разгона разница между переднеприводной и полноприводной версией полторы секунды. Это говорит о том, что все-таки потери в полном приводе, а также в этом девятиступенчатом автомате, достаточно большие. Но вообще надо сказать, что система полного привода у Trailblazer работает достаточно неплохо. Во-первых, мне очень нравится, как работает межосевая муфта. То есть я не чувствую вот этого толчка характерного, когда подключается задняя ось, которая есть у многих автомобилей. Возникает такой эффект преднатяга. То есть я всегда понимаю, что хоть какой-то минимальный момент, но на задней оси есть. Это приятно. Во-вторых, Trailblazer, несмотря на свои компактные размеры и вроде как такую асфальтовую сущность, он довольно неплохо справляется с диагональным вывешиванием. Когда колеса виснут под диагональ или просто теряют сцепление, проходит совсем немного времени перед тем, как система соображает, что что-то не так, и подтормаживает буксующие колеса, перекидывая момент, соответственно, на те, которые нужны. Это хорошо. Это плюс. Теперь о недостатках. Обидно, что у Trailblazer, при том, что у него хорошо работает система полного привода, у него неплохая геометрическая проходимость, отсутствуют вообще какие-либо дополнительные помощники или хоть какие-то атрибуты полного привода. То есть принудительно заблокировать муфту? Нет, нельзя. Какие-то ассистенты спуска с горы? Их тоже нету, хотя они на спусках именно пригодились бы. Приходится осаживать машину тормозами. Это не очень приятно. И дело даже не в отсутствии как таковых вот этих ассистентов, а в том, что, в принципе, машина-то сама дорогая. То есть это не массовый кроссовер, как Duster и Creta, у которых, кстати, эти всякие ассистенты есть. Кроссовер достаточно дорогой. Ну, за эти деньги, когда платишь больше двух, сильно больше двух миллионов рублей, хотелось бы хоть что-то иметь. Но, к сожалению, имеем, что имеем. У нового Trailblazer есть недостатки, но в целом получился очень приличный кроссовер. Самый главный вопрос, сколько он стоит. Базовая машина с передним приводом – это 2 миллиона рублей. Хотите все ведущие – платите 2 300. Ну, а максимальная версия Актив или RS обойдется в 2,5 миллиона рублей. А если с учетом опций, как вот на нашей тестовой машине, уже все 2 700. С одной стороны, это дорого. С другой стороны, у Шорали есть небольшое преимущество, как у любой марки, которая сейчас не очень популярна в России. Есть шанс, что дилеры не будут так накручивать цены, как у более популярных брендов. Но это не точно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новых роликах. И до встречи. Новый Kia Seltos или трехлетний Hyundai Santa Fe за те же деньги. Самые дешевые кроссоверы на вторичке. Выбираем БУ. Lada Priora. Советские довоенные концепт-кары. Таких вы не видели. Это и многое другое читайте в сентябрьском выпуске журнала «За рулем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин